Всем привет! Продолжаем читать книгу отца Гаврила Бунги «Гнев, злоба и раздражение». Глава вторая. Называется она так «Бесовский порог». В прошлый раз мы с вами прочитали о том, что демоны стараются человека, если находит его в состоянии крутости, спокойного состояния, стараются его вывести из этого, всеми правдами и неправдами. Справедливостью какой-нибудь, желанием справедливости, пытаются что-то ему напомнить. Самое главное – его лишить этого спокойного, уравновешенного состояния. Потому что, оказывается, дальше можно делать с ним уже практически все, что хочешь. Давайте об этом мы почитаем сегодня. Если бы кто-нибудь спросил у Ивагрия, какой из пороков, по его мнению, наихудший, какой из них имеет наиболее губительные последствия для духовной жизни, то он бы без колебаний ответил – гнев. На том простом основании, что никакое другое зло не превращает человека до такой степени в беса, как гнев. Безусловно, что все пороки в конце концов бесовского происхождения. И прежде всего два последних в списке восьми основных помыслов – тщеславие и гордыня. Да, мы можем вспомнить, да, чревугодие, блуд, серебролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордыня. То есть это такая наиболее что ли распространенная классификация страстей. Где-то их может быть больше написано, но где-то меньше. Ну, и вагрид придерживается вот этого классического понимания. Так вот, прежде всего два последних в списке восьми основных помыслов – тщеславие и гордыня. Да, можно сказать, что это бесовские. Которые суть не только самой отвратительной страсти в сфере наших чувств, но и обладают ярко выраженным бесовским характером. Ибо тесно связанное с тщеславием гордыня – это первое порождение дьявольское. Более того, гордыня – это древнее зло, низвергшее на землю деницу, восходящую за утро. Говорится, это первое падение, которое произошло в ангельском мире. А потому и человеческая гордыня, как и ее спутница, тщеславие – это суть пороки людей зрелых, которые обольщают себя тем, что им удалось собственными силами подняться на духовную высоту. Однако эти пороки, по большой части, являются себя под конец. Дабы способствовать наиболее глубокому падению, доходящему даже до иступления ума. Интересно отметить, что за этим нередко вновь следует гнев, что как раз и свидетельствует об их общем бесовском характере. Однако сам гнев является извращением естественной силы души, извращением, подстерегающим людей на всех стадиях духовной жизни. Что же делает его столь явно бесовским? Бес – существо, обладающее разумной природой, отпавшего от духовного делания из-за безмерного своего гнева. Вот так вот преподобный Евагрий характеризует этих существ. Стало быть, вполне логично то, что Евагрий лаконично констатирует, кто господствует над гневом, тот господствует над бесами. Приведенное выше определение объясняется следующим образом. Во всяком разумном существе ангеле, человеке или бессе есть господствующее свойство, определяющее все его поведение. Для беса подобным свойством является именно гнев, который Евагрий воспринимает согласно Священному Писанию, всегда рассматриваемому им в умопостигаемом духовном смысле. «Бог избавитель мой от враг моих гневливых. На теме, над кем господствует ярость, господствует и гнев. И когда враги наши гневливы, они так же и яростны». Ну, тут имеется в виду демоны враги. «Ведь сказано, ярость их по подобию змеину. Но иногда прогневайтесь и ярости их наны». Вот здесь приводятся слова из псалмов. Свидим, да, что демоны – существа гневливые, это злые, так вот можно сказать, и яростные, всегда находящиеся в ярости, желая уничтожать, разрушать, ненавидеть. И тогда действительно становится понятно вот это выражение, что человек в гневе, он особенно близок к состоянию демоническому. Естественно, что враги – это бесы, в которых господствует яростная часть. Это зло бы отнюдь не свойственно бесам по природе, ибо в таком случае сам Бог был бы первопричиной зла. Она есть скорее следствие дурного выбора свободной воли, который произвел в их существовании это превращение, вследствие чего они стали вражьей силой. В понимании вагре гнев, как и всякий порог, ни в коем мере не является естественным, но противоестественным, противостоящим нашей твердой природе. Тем самым зло существа, одаренного разумом, а знаете, человека, коренится не в его сущности, но в его поведении, которое является свойством, которое можно приобрести или же потерять. Поэтому в случае гнева вопреки природе, который, как мы сказали, является злоупотреблением силой самой по себе доброй, человек вследствие своей дурной жизни может стать бесом либо после смерти, либо уже в течение своей жизни. Но имеется в виду не то, что он демон превратится в природой своей, сколько он будет во всем подобен ему, демону, своим поведением. Он привыкнет к этому состоянию, к невлимому, яростному, злому. Ну и, собственно, это станет как бы его второй природой, пороком. Когда мы формируемся в материнском лоне, то живем жизнью растений. Когда рождаемся, то живем жизнью животных. А когда вырастаем жизнью или ангелов, или бесов. Основа первой жизни – это одушевленная субстанция. Основа второе – чувство. Основа третья – наша предрасположенность. Либо к добродетели, либо к пороку. Вот у нас слова преподобного Евагрия. Причем Евагрий вновь с антидуалистических позиций определенно утверждает, что с момента своего сотворения человек носит в себе семена добродетеля, а не семена порока. Семена порока произрастают, как было сказано, из дурного выбора свободной воли. Только Бог по природе свой будущий благ внутренне не противоречив. Но любое разумное существо предрасположено к противоречиям, поскольку оно обрело не только свое бытие, но и свое благо бытие. Предрасположенность же означает изменчивость, возможность улучшения или ухудшения своего положения, возможность на основе собственного поведения, собственной жизни стать ангелом или бесом. Не думай, что бес чем-то отличается от человека, переполненного гневом, которому изменяет чувственное восприятие, говорит преподобный Вагрий. Ибо и бесы имеют тела, но поскольку состав их тел отличен от нашего, то наши чувства их не воспринимают. То, что является в виде бесов некоторым людям, то есть есть всего лишь иллюзорный образ, чужое тело, надетое для обмана. Тот, кто воздерживается от яств и напитков, но дурными мыслями возбуждает гнев свой, подобен кораблю, который, находясь в открытом море, имеет своим корчим бесам. С этим суждением легко согласиться. После всего сказанного становится ясным, что человек, который дает и владеет собой бесовскому пороку гнева, в результате сам становится бесом. Как всегда, так в этом случае Вагрий ссылается на священное писание. А мне толкуют сидящие в рот и пьют в песнях пьющее вино. Это вино означает ярость змеев. Таким образом, гнев есть то вино драконов, от которого истинный назре монар должен полностью воздерживаться, что и Вагрий заключается из книги чисел. Вино глумливо, пьянство буйно. Но здесь опять же говорят, что вино – это гнев. Если ярость змеев – вино их, а вино глумливо, значит и гнев глумлив, который делает людей глумливыми, и буйна ярость. Опьянение обычно происходит от закипающего гнева. И потому, если назреи по закону должны воздерживаться от вина, то назреям надлежит воздерживаться им от гнева. Ну вот здесь давайте пока поставим с вами многоточие. Продолжим читать в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok